И утешительная душа истина, и живет весы, и вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю предистили со мной, и очисти нас всякие скверны, и спаси блаже души нашу. Господи, благослови наше занятие, не допусти нам ни прибавить, ни убавить от того, что Ты заповедовал нам. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Послание Филимону, святого апостола Павла, 12 стих. Ты же прими его, как мое сердце. Толкование. То есть, любовью прими его, скорее не его, а мою утрову. Ибо так я люблю его и в душе своей ношу. Напомню, что апостол Павел пишет в Филимон об Анистиме, который был когда-то его рабом, а потом сбежал от него. И вот апостол Павел в вузах его родил и возвращает его обратно своему рабовладельцу. Занятия идут, вы выйдете, разговариваете. Никто не обидится на вас. 13 стих. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в вузах за благовествование. Толкование. Обрати внимание на мудрость апостола, как он понемногу слугу поставил на место господина, дабы он вместо тебя послужил мне. Показывает также, что он желает пользы господина. Если, говорит, ты обязан послужить мне, а он делает это вместо тебя, то от этого явно тебе прибыль. То есть Анистим раньше служил Филимону. Потом попал к апостолу Павлу, повторюсь, апостол Павлова обращает. И чтобы вот Филимон-то как бы примирить их с рабом. Он его бросил, сбежал от него. Он его теперь ставит, Филимона, на место раба. То есть апостол Павел, он и Филимона родил, и Анисима родил. То есть они оба должны ему служить, и он тем самым своим отцовством духовным их этих детей духовных примиряет, у которых вот конфликт такой возник. Филимон был рабовладелец, а Анисим был раб. И вот он Филимона ставит как бы на место раба. Ты мне должен, ты с собой мне обязан. Поэтому вместо тебя пусть твой раб мне послужит в воздух. Что он обратился ко Христу, Анисим, и у него был такой талант помогать в проповеди апостолу. Что апостол это принял как необыкновенное, как чудо. Потому что мы видим, как он бьется за него. Он хочет, чтобы все разошлось миром. Чтобы и Филимон все осознал, и верующим остался, и не имел ничего ни на апостола, ни к своему бывшему рабу. И чтобы все вот как сейчас у них вот спорится, этот труд проповеднический, что Анисим помогает, апостол Павел проповедует. И ему от этого легче намного. То есть он больше охватывает проповедью по времени. И больше людей поэтому получается и по времени. А от этого сами знаете, как важно качественная проповедь. То есть до конца все человеку рассказать. Вот как у нас было в свое время, на занятия ходили люди, пока за 4 года не пройдем весь круг евангельского деяния святых апостолов и послания апостолов. Все это как круг замкнулся, и как книгу откровения. Все. И тогда через 4 года человека можно уже крестить. Сейчас у нас как получается? Мы людей вообще не знаем. Они откуда-то приезжают. Поговорили там несколько раз по интернету. Им, конечно, все понравилось. Многим. Они приехали, крестились. А потом, это кот в мешке. У нас уже неоднократно такие срывы бывают у людей. Они становятся врагами или как полупомешанные какие-то. У нас сейчас этот случай идет очень сложный. А человек крещеный у нас. Казалось бы, так мы и виноваты что ли? Да нет. Не было просто должного с ним бесед. Не мы же его обращали ко Христу. А он где-то нахватался верхушек и подумал, что обращенный. А себя раскрыть он не мог, потому что он еще в себе не знал этих грехов. А потом, когда приехал сюда жить, тут такое полезло из него. Кошмар. Ну а тут апостол Павел увидел. Он рядом с ним всегда, тем более апостол в вузах. Его можно легко обидеть было, апостол Павла. Но Анисим начал помогать всей души. И он очень дорожит этим. Мы вот видим это. Поэтому он хочет, чтобы он остался при нем. И чтобы благовестие разрасталось. У нас этого нигде нет. Такого. Сейчас ни одного примера не тут. Простить можно. Смотри. Отношения рабовладельца и раба в то время, они же были немножко другие. Что ожидала Анисима за то, что он сбежал? Он же как бы крепостной или никак. Ничего себе. Это полная зависимость. Полная зависимость его. Какая, что его за это вообще обидало? Суд или тюканам? Там законодательство были. Вот я и хотел, как бы, может, историк. Может, до смерти? Да, да. Возможно, до смерти. Ну, тут уже как хозяин может ежить. Хозяин может помиловать. Может его до конца отдать. По закону Филимон мог этого Анисима сдать. Да, конечно. Прям вот, вот, это как вещь была какая-то. 39, да. Это не сегодняшнее законодательство. Захотелось с завода уволиться, вот мне по закону две недели положено отработать. Я ручкой помахал, и никто мне ничего не доставал. Никакое государство тогда, никакие законы не могли лишить хозяина, его раба. Все, это он купил, вот, у него грамота, что этот тракт куплен им. У них прям свитки хранились. Они были документалисты очень сильные. Ведь жития святых к нам пришли от эдиктов тех правителей, которые судили христиан. Их не просто убивали, допустим, раз, вот вывели там с копом, и всех львам отдали. Ууу, там же на каждого было написано все. А потом смерть заключают там на копу или что ему сделали. Там же он разорванный весь. Так, этот разорван, этот такой-то. Все напротив, разорван львами. И потом они, эти эдикты, когда дошли до императора Константина. Император Константин, когда начал прославлять уже православие, ну, святых христиан, и открыли все это, и начали писать. Отсюда дошли до нас, до Дмитрия Ростовского, который писал потом жития святых. Вернее, уже правил их. Все вот эти эдикты дошли, все эти документы. То есть, на сегодняшний день, если к нам сегодня примените, вот сегодня пугают там страшилки в интернете. Вот всем незримо печати на сайте, мы станем как скот, и все, 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 и будет такое электронное рабство. А что может быть страшнее вот этого рабства? Конечно, не может быть. Когда смерть. Там еще двое-надвое у нас с этим чипами там будет. И нам Писание, откровение говорит, что три с половиной года будут люди желать смерти, но церковь сохранится. То есть, ни продавать, ни покупать без печати нельзя будет. Печати эти ставить не будут. Но три с половиной года как-то люди будут жить, потому что мы знаем, что доживут до последних дней. Тела изменятся, то есть, они не умрут. Станут нетленными. То есть, в день смерти антихриста, в общий день, три с половиной года нельзя будет не продавать, ни покупать. Там интересно, последнее, вот мы проходили занятия, и там было написано, что полуверные отпадут. Прям так написано, полуверные. Не маловерные, а полуверные отпадут. И нечестивые, то есть, вот просеется как бы золото. Когда начнутся вот это гонение антихриста, вот это будет гонение настоящее. То есть, а если вот так незримо всем провести, там где-то ты куда-то зашел, там чик тебе уже незримо поставили. Так тогда где это подвиг мученичества-то? Когда тебя спрашивают, ты веруешь во Христа, как было при вот коммунистах здесь. Зашли верующего, верующего Христа, верую, становись к стене, веруешь, веру, веруешь. Ой, они там, простите, но таких мало было, в основном верующих. И всех расстреливали. И вот люди, которые утверждают, что вот так вот незримо всем, они умоляют подвиг мученичества. Вообще никакого. Это хула на мучеников, на этих, что во времена антихриста ничего не будет. Да хула на Духа Святого, это сто процентов. Потому что Дух Святой живет в верующих людях. В нас находится Дух Святой. И Он нам дает вот это, нам право быть верующими. А так, если провел тебя вот так раз, и Дух Святой такой из нас, да, и ушел. То есть они допускают мысль, что у людей будет отречение без их воли. То тебе что-то насильно, обманно пошьют лазарем, лазарем. И у тебя тут пол свихнется, и ты дурачком такому антихнистому будешь ему вот так вот. Не правда, Святые Отцы так никогда не располагано. Будет добровольное отречение от Христа под... Чем он будет пролещать? Как сам Сатана пролещал Иисуса Христа. Три вида искушения было. Вспомните. Хлебом, властью, В тщеславие, то есть бросься вниз, и в ангелы тебя поднесут. Накорми их хлебами. Да. Зрелище, да, все тебе дам. Падший поклонись мне. Так и Сатане надо, чтобы человек пал, пал в грех. Какой-то там низменный, и отчаялся, и все, и спасение Божьем, и висал Христа, и Духа Святого. Там еще в последнее время, я так понял, кое-какие ролики посмотрел, которые Роман нам все везде навтыкал. И там идет все к тому, что Сатана, вот этот Антихрист, он научится читать мысли человеческие еще. Вот к чему все идет. То есть внутренность человека будет, как Бог знает, Сатана. И прямо об этом конкретно говорится. Вот этими частотами, 666 там частота, какая-то там физическая величина. Ну и даже сегодня же есть детектор лжи. Ну да. Нет, но операция сейчас тоже делает же расстояние. Расстояние без вмешательства рук. Делает? Ну вот это видите. Ну это посмотри. А что? Это как? Робота, когда я здесь увидел. Ну как? Тихо, подождите. У нас же управляет же вот этим инструментом. Тихо, подождите. Лазером. Тихо, подождите. Раньше управляет лазером. А расстояние между городском вы имеете расстояние? Межгород или вот такого расстояния? Операция, желудок, например. Лапароскопия, что ли? Да. Ну то есть, с помощью техники. Без вмешательства рук, да. Да, без скальпеля. Да, да, да. Почему? Ну скальпель-то был просто на тонкой ниточке стальной. Они управляют жестиками и скальпель меня режет внутри. Ну да, он не скальпель. Он железный скальпель. Она говорит, что лазером прижигают. Ну есть лазерные такие. И что? Ну и если есть лазер, который делает операции, то есть лазер, который может, независимо, начертить метку. Только метку может сделать он. Метку. Видимую или неимую. Душу начертить он. Фотографа спрашивала. Говорю, может быть так, вот без нашего ведома лазерем поставить. Может. 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 Фотографа. Он говорит, сейчас фото эти вот аппараты с лазерем. И ты поверила, да? И ты поверила. Ну а почему я не должна поверить? Валя, ты верующая. Фотографа. Она про это действие, что может быть. Нет, технически, вот смотрите, вот мы покупаем какой-то товар. Пикнуло. Пикнуло. Там штрих-код, он видимый. Да. Ну а что, нельзя его сделать невидимым? Можно сделать. Так а зачем? Мы же только с тобой об этом говорим сейчас. Нет, ну, действительно, зачем? Зачем? Ну, понятно, когда невидимый, и тогда невидимый, ты отрекся от Христа. Да, раз, там невидимый у тебя штрих-код, считали тебя, ты еще идешь, только руку такой, он раз, пикнул, и ты понимаешь. Сатана уже в меня проник. И раз, руку опустил. Все. Это я понимаю еще. Но когда ты сам придешь и будешь просить, это прекрасно, вы делаете, что чип, ну, вот это, делаете начертание, сделайте мне начертание, протягиваешь руку в лоб. Это другой уже совсем разговор. Ну, это может быть невидимое, но не как в концлагере, допустим, невидимое будет. То есть на молекулярном уровне, на генетическом уровне, это не обязательно, что будет прям надписание. Это вообще мы не понимаем даже еще, что может быть. Кто знал, что сейчас Иерусалим станет столицей Палестины? Об этом вообще никто даже не думал еще, я не знаю, пять дней назад, неделю. И вдруг Дональд сказал, пускай Иерусалим будет столицей Израиля. А палестинцы выставали немного, а на этой неделе прикинули, а что мы сами Иерусалим сделаем своей столицей. У нас-то тоже Восточный Иерусалим есть. И раз и сделали. Все празднуют, отпраздновали, все. Иерусалим наша столица. Вот так вот. Пописали там. Осталось храм только Иерусалим. Только. Только. Все, продолжается действие дальше. Все, нету пока опять ничего. Храм, какой там храм? Мечеть стоит на месте, две даже мечети, Амара, Аль-Каида, стоят. Как были они на этой храмовой горе, так и стоят. Не рухнули они от этого притязания Израиля. Поэтому, ну все приближают времена Антихриста. Не надо их приближать, надо их отдалять проповедью о Христе. Мы не за то, чтобы вообще Антихрист не пришел. Он так и так придет. Но с нашим участием он не скоро придет. И многие люди обратятся. Вот о чем Христос говорит. А Господь говорит, хочу, чтобы все люди спаслись и в разум истины пришли. А не так, что вы все мне надоели. Давайте быстрее молитесь, чтобы Антихрист пришел. Беснуйтесь все и все. Антихрист, Антихрист. Как заведенный. Вот начнешь с этим людям разговаривать. Никогда о них не думали. Я говорю, ну почему у нас было так спокойно, когда занятия шли. Игнать Ильич объясняет. Люди сидят, пишут записки такие духовного содержания, по слову Божию. А здесь началось. 666 это незримые радиоволны. Это какие-то колебания. Там температура какая-то. Ну чего только они придумывают. Электрический ток 666. Ну все, что можно придумали. И брат, ну не великий знаток его. Богословом не назовешь до конца. Так спокойно за этот вопрос. Ну хорошо, а как имя его? Кого имя сразу такие? Ну кого? Антихриста. Его имя зверь. Таким голосом суровым еще разговаривают. Ну хорошо, зверь его имя. Имя как этого зверя? Вы что тут над нами смеете что ли? Антихрист пришел и плакать должны. Прямо слезы до колен. Нет, ну конкретно написано. У него будет имя. Какое имя его? Все понятно с вами. Вы не готовы. А вот мы все знаем готовы. Все простое имя. Простой вопрос. Имя. Никто ничего не говорит. Мудрый сочтет имя. А дальше потом уже переходят. А, мудрый есть. Они мудрые, а мы нам. А дальше. А лжепророк? Какое имя лжепророка? Ну он же впереди будет даже антихриста. Да вы что? Какое ему еще имя? Это же лжепророк. Мы что его имена должны знать? Ну как? Даже нас детьми называют. Вы как дети? Вы знаете кто такой сатана? Спрашивают. Кто? Он третью часть с неба ангелов увлек. И вы что думаете? Он просто так будет ходить, вам что-то там ставит начертание? Он все сделает таинственно. Никто не будет знать, в чем начертание все. И вы все получили. Игнат Тихонычу тоже. Щелк уже тоже начертание поставили. Готово дело. А потом. Не бодрство. А как же Игнат Тихоныч? Он же верующий. На тяжке признали верующий. А у него же есть биометрический паспорт. Знаете, у него неправильный биометрический паспорт. У него такой хороший биометрический паспорт. Без антихристского знака еще. Начали округлять Игнат Тихоныча. Выводить из этого. А так он хороший. Он один хороший. Мы его выведем. Главное, говорит, добрые дела. До такой степени. Вот я, братья, думаю, что без воли Божьей волос в голову не упадет. И раз разговоры... Не то, что печать появится. Нет, я уже не про печать. И раз разговор об этом уже идет, и по интернету, и по всему миру, значит, нам надо быть насторожее. Я так считаю. Можно вам бодрствовать? Да, надо бодрствовать просто. Ну, давайте немножко почитаем, а потом... Я уже доню, кого хочешь? Галь, по тебе, пожалуйста. А то Игнат Тихоныч замечание делаем. Сейчас он нас увлечет туда, в этот открытие, в этот открытие дело. Да. Филимону 14 глава. Но без твоего согласия... Ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Толкование. И этим он более всего смягчает Филимона. Дело было так необходимо в вузах. И при том, ради Бога, он намеревался служить Ему. То есть, Анисиму Павлову. Однако апостол Павел не хотел этого сделать против воли Филимона. Ведь он же ран был Филимонова. Он по закону должен был ему вернуть Романова назад. Стоило, как говорится. «Посему неужели не следует оказать милость тому, кто мог бы и сам пользоваться ею, но не захотел? Чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Не сказал по нужде, но добровольно. Как бы так говоря. Конечно, и против твоей воли, удерживая его, я поистине не опечалил бы тебя. Однако ж многим казалось, что это делается по нужде и против твоей воли. Посему ныне я предпочел, чтобы это ни в коем случае не казалось кому-нибудь поднебольным, но без сомнения добровольным». То есть, он Филимона убеждает. «Ты дай согласие, я на тебя его возвращаю, но ты знаешь, он мне нужен здесь в вузах. Поэтому ему нужна добрая воля Филимона, чтобы он ему вернул Ланисиму обратно. Хотя, что его туда-сюда тусовать? Написал письмо, но понятно, что Филимон, апостол Павел должен самим собой за благовестие. И вот тут какой-то раб, ну что, раба же жалко, что ли, я тут в вузах. Но, однако, вот он мне говорит, даже если бы я его оставил бы, ну вот я хочу, чтобы все было полюбовано». В этих стихах, где сказано «доброе дело должно быть добровольно», заключена вся трагедия православия. Потому что, в чем держится мусульманство? Что там есть строгость, наказание, есть регламент. Как же иудеи насчет своей избранности верят, они сплощены. А как у нас в православии все добровольно, никто не может заставить человека ходить на занятия, на благовестие, с этим ничего не решается, только избранные показываются. И вопрос такой, а какой же Святой Дух тогда скрепляет сектантов, такие огромные организации, столько секций существует, они все работают как должно. Добровольно получается? Какой Дух, во-первых, и что они делают? Они же ересь, разношно, так, что если уж как должно, хотя бы ключевое слово, как должно, брат. Хорошо. Сказал бы. Конечно, благодать призывающая как бы действует через них, и люди обращаются ко Христу, но не в полноте Дух Святой действует, об этом вы знаете, дальше-то они не идут. В православии, да, добровольно, колхоз делал добровольно, хочешь вступай, хочешь не вступай, однако насильно в полхоз догоняли, я слышал. Мне кажется, здесь вот просто опыт Игнать Тихоновича, он очень здесь огромную роль сыграл, что он смог сказать, как это делается. Вот если бы было такое же у нас в православии отношение к людям, как у баптистов вначале, вот человек пришел, его не просто в храм поставили, или не просто он в храм зашел, а именно, чтобы было сразу научение человека, чтобы его приняли, куда-то посадили, обогрели там, для начала физически, холодно у нас. И потом бы уже обогрели духовно, то есть вложили в него именно слова Божии. И тогда бы уже, это призыв, призывающий, и обращение, тогда бы он сходил, раз, понравилось ему, гляди, как все чисто. Не надо даже его в храм, как раз в храм не надо. Там человек стоит, крутится туда-сюда, ничего понять не может, ладан, одежда эти, хоть и красивые, непонятные, попы, бороды, как у маджахедов, не поймешь ничего. А здесь вот пришел, человек всему рассказывает все, показывает все, примеры, даже можно карты там, хоть что, человек сидит спокойно, научили его, все, призвали, глядишь, и уверует человек. У нас этого вообще нету. У нас как-то сразу и крещение тут же уже. А крещение это вообще последнее действие, после уверования, как говорит, Слово Божие. И вот поэтому Игнатий Тихонович такой сделал вывод, говорит, надо, чтобы семинаристы учились в семинарии главным образом у баптистов. Это, короче, невероятно все, но именно там. Почему? Потому что у нас нету искренне уверовавших по Слову Божию во Христа людей в православии. Их просто нету. Кто будет учить людей-то? Вот они приходят в семинарию, а они там не знают, что с ними делать, с пацанами, с этими девчонками. Потому что они приходят, мирские люди. И приходят кому? К неуверовавшим во Христа, понятия не имеющим людям. Ну, может быть, хорошим, кто-то не пьет, не курит из них, из священников. Но они сами-то не обратились, они не знают, как обращать. И вот как и Осипов этот, начинает, вот что попало от себя? И потом говорят, в папстве, там у них папа это бог. А у нас каждый священник это папа и бог. Каждый священник. Это невероятно просто, но это так. И его никто не может победить, священник. Вот он сам что-то придумал. И пока это не дойдет до епископа, пока епископ это не рассмотрит, не соизволит рассмотреть, он может что-то, что хочет говорить. Вот у меня мама приезжала, у них там в деревню приехал поп, жил вместе там с какой-то монахиней, у них там ребенок был вместе. Он тоже как будто монах. И вот он как-то начнет говорить, против патриарха, говорит, да такие слова еще. Я говорю, мам, ты откуда такие слова говоришь? Я такие не говорю даже о патриархе. А у нас там, говорит, поп, он говорит, как встанет, как начнет говорить. Ну почему проповедь именно не о спасении души, а именно вот это вот все, как вот Диамид тоже, этот епископ. Ну все бы хорошо, восстал против этой системы, против вот этого голубого лобби, все. И опять все свернулось, то к чипам, то к НННам, то... Гатя, да. Боже, братья, у нас вопрос про антихриста. Вот вы спрашиваете у людей, как зовут антихриста. Ну ведь он сам не будет себя позиционировать, или будет себя позиционировать как антихрист. Его же ждут, например, евреи его ждут как мессию. Выздавая себя за Бога. Я спрашиваю. То есть он конкретно будет говорить, что я Бог. Выздавая себя за Бога, так написано. Поэтому... И будут люди поклоняться ему, как бы... Что имя человеческое написано? 656. Человеческое. Но не будет же у него имя 666. Игнать Игнатьевич, не хватает доски вам здесь. Вот вы так хорошо рассказывали. На доске писали имена, потом цифры, вот, буквы, как раскладываются они. И вот так все понятно. А люди, вот, не знаю, они как не понимают, что ли, этого сложности. Не все просто так будет. Я пытался сегодня начать объяснять вот это. Хотел сказать, что вот Адаму сказал, смертью умрешь, а 935 лет еще живет. Надоел уж всем он, этот Адам. Ну, как бы так. И здесь точно так же будет. Звонок срочно поступил. Марии Яковлевне, наши, плохо. Давайте помолимся. Благодаря Богу. Господи, Господь, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, все в Твоей деснице и в нашей жизни тоже. А здоровье, Господи, об этом говоришь Ты. Так, чтобы это здоровье было нам для того, чтобы мы могли спасать душу свою. Сколько его надо, Господи, мы не знаем. Все в Твоей руке. И мы говорим поэтому. Слава Богу за все. Слава Тебе, Господи. За то, что Ты отдаруешь ей болезни. И за то, что даруешь ей исцеление. Иначе как бы мы могли показать добросовенственность в исполнении заповедей Твоих, которые Ты нам даровал. В стремлении слышать Слово Твое Святое, которое только и успокаивает нас. Как это делал раб Твой Давид, которому хотелось бы и нам подражать. И мы читаем эти псалмы песнопения Тебе, хвалу Тебе, Господу и Творцу. За все то, что произошло в мире со всеми людьми и с нами. Тоже происходит. Сестра наша в болезни очень печалится и крученится. Господи, помоги ей. Даруй все, что нужно для того, чтобы была спасена душа ее. Как будет Тебе угодно, Господи. И нас благослови здесь на занятиях. Принес Слово Твое Святое. Для того, чтобы спасти души наши. Чадом нашим помоги. Даруй искреннюю веру в Тебя, Господи Творца. В свое время, Господи, покажи нам и этого скверного, чтобы знали мы все это, Господи. Хотя Ты сказал нам, что не во тьме находимся мы через раба Твоего, апостола нашего любимого. Я славу за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Мы вот, как вот говорят, Галь, мы о Боге ничего не знаем, кроме того, что на нем написано в Библии. Согласны? И об Антихристе мы тоже ничего не можем рассуждать, кроме того, что о нем написано в Библии. Что об Антихристе в Библии написано? Там, врага у него, диодимы, имена. Впереди лжепророк. Да, впереди будет лжепророк, который будет предтеча, то есть он будет его, лоббировать его интересы, так по-нашему сказать. То есть он будет подготавливать людей к его принятию, то есть он будет пропагандистом вот таким, средством массовой информации. То есть он будет зомбировать людей, поклоняться ему. На нем будут имена, он будет говорить, гордо и богохульно, еще мы знаем. Гордо и богохульно. То есть будет хулить Христа, христиан, святых. Образ еще мы знаем у него будет, образ, то есть икона какая-то. И каким-то образом эта икона может убивать людей, которые не будут приносить этой жертве. Это икона жертвы. Да. Поклоняется. Я так вот думаю, мне приносят сюда вот так вот 900, значит это Сбербанк. Все знают. Так же и будет 166. Антихрист. Все будут это знать. Не будете перечислять, кто маловерный туда. А не перечислишь смерть, за квартиру не заплатишь, все тебе все эти карточки твои потерят, все деньги твои. А вот еще имя и число имени его будет. Еще нужно? Ну так бы, Сбербанк и 900. Мысль еще пришла такая, что, а вот в этой же самой книге Откровения есть такое место, где Господь говорит сначала Иоанну Тайновидцу, говорит, услышь, запиши себе. А потом говорит, а теперь я тебе говорю, не передавай этого, пускай это останется все в тайне, никто не будет знать, что ты знаешь. И все, и не написано. И мне кажется, здесь вот, когда Господь не дает нам конкретно имени его, говорит, это имя человеческое, но оно идет под цифрами 666. И там дальше, говорит, кто мудрый, тот сочтет. Кто мудрый, тот сочтет. И все начинают, я мудрый, я сочту. А я думаю, тут Господь специально сделал так, чтобы не дал нам им настоящего имени. Иначе, представляете, если бы там было стоять, а имя его будет, там, допустим, Александр. Или а имя его, там, Лапсиндак там будет его имя. И все будут там. И все, о, все. Я вам точно говорю, ни одного Александра в православии бы не было. Сейчас будет, а муж не Александр был, это 100%. Ни одного этого Лапсиндака тоже бы не было и так далее. С какие-то там, Титан там и так далее. Никто бы не поминал их даже, как Гитлера. Хотя и поминают все это. Так что, я думаю, Господь это сделал так. И это то же самое, что Господь не дал никакого своего изображения. Нету изображения Господа. Вот копчег открыт. Потом, когда копчега не было, туда ворвались римляне. Все, мы сейчас узнаем, как выглядит Бог евреев. Хоп, срывают за навес. Нету там ничего, пусто. Вот те ее и не узнали. Почему? Осквернить невозможно. Того, чего нету. Не видно. Что осквернять-то? Раньше там Перуна этого сбросили, там он плыл, там его изрубили топорами. Этих богов переплавили. Кого там сделали, наоборот, подправили уши. Получился другой там царь. А здесь нету ничего. Все, Господь так делает специально, я думаю. Ну, раз ничего нам неизвестно, то что тут думать нечего. Не дал и все. 15 стих. Ибо может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Толкование. Так как Анисим убежал со злым умыслом, то Павел обращает это бегство в полезное дело. Может быть, он убежал по устроению Божию. Похвально также, что он называет бегство разлучением, дабы именем бегства не раздражать господина. То есть, Филимон. И тем, что сокращает время, он успокаивает гнев. На время отлучился. Вместе с тем показывает также, что сколько времени он был с Павлом. Был и с Филимоном. Посему он только то время отсутствовало, какое провел до знакомства с Павлом. А это незначительное время, как бы один час. Посему отныне, если он, отпущенный тобой, будет находиться при мне, то разумеешь, что он служит тебе. Далее. Чтобы тебе принять его навсегда. То есть, будешь пользоваться им. Ну просто. Чего понять? Сбежал. Замечание просто. Да, что падение человека может быть и на пользу играть для него. Это мы видим из Библии истории. Что то, стал Петр, тоже, можно сказать, от Христа кинулся и убежал от него. Это послужило еще больше ревности к нему. И он тоже жизнь свою дал, в конце концов. Даже у падения Адама, как мы и знаем, что он потом, когда был грехопадение, считается, что Адам у нас в раю. Что он эти 945 лет принесил покаяние на своем грехе. И Господь его потом на небеса так и принял. Я думаю, даже может Самсона, которого филистимляне, это глаза-то выкололи ему. Из-за падения его, женщина открыла свой секрет. Перевели его туда. Он стены, колонны обрушил, с собой погреб еще у тех тысяч язычников. Ну и еще случаи есть, там, где человек уходит, возвращается. То есть, не всегда грехопадение может окончательный приголовь человеку нести. Ну и сам Хвостал Павел тоже, можно сказать, отступил от истины. Но тут надо брать еще, вторая сторона медали. Можно так вот рассуждать, что вот если бы Иуда бы не предал бы Христа, то бы и ничего бы, и из этого он бы и не умер бы, и не воскрес. Поэтому вот Евангелие от Иуда. Иуда вот такой вот молодец, и вот секта предателей, пожалуйста, образовала. Он говорит, только те, кто покаялся по день, и вот и не покаялся, и не повесился. Дело в покаянии, конечно. Ну и еще, еще такое вот, говорит, ну, когда человек согрешаешь, мама у меня, говорю, мам, ну что ты, ну не согрешишь, не покаяшься. Ну да, да, да. То есть, такое легкомысляное отношение к греху. То есть, страха Божия нету. Сама уверенность в милости Божией, сверхнадеяние на Бога. Грех также и отчаяние, то есть, противоположно. Когда человек отчается, Бог меня не спасет. И также вот сектантское вот это вот, мы все спасены. Это две крайности, в которые нам мы молимся, ни направо, ни налево, и не добавить, ни убавить. То есть, надо вот по золотой середине, на выстинной православной вере, идти ко спасению, по пути, который нам апостолы Господь составил. Вопросы? Молодежь, вопросы есть? Почему? Что вы спрашивали? Иуда, говоришь, не покаялся. Он же сказал, что... Деньги вернул, говорит, кровь, невинная на кровь. В петлю зачем залез? Ну не сказал. Непонятно. Непонятно. Вот это вот как раз то, что вот вам непонятно, это говорит о том, что он не... По-настоящему не покаялся. По-настоящему не покаялся. Мы покаяние часто путаем с называемыми, и с покаянием греха. С раскаянием. Ну отчаялся, наверное. Покаяние это... Твердая уверенность в том, что ты никогда больше этот грех не будешь делать. Это вот и есть покаяние. То есть ты упокоил этот грех, то есть умер для греха. Мы умерли для греха, упокоил его. Все, ты этот грех похоронил, и больше он тебе как мертвый противен. Ты к нему не прикасаешься, к чему-то мертвому, нечистому. Вот это вот покаяние. А раскаяние рассказало, к душу излил. А в сердце у тебя как бы... Ну еще... Бог милостив, я еще немножко там... Погрешу. Как это запинающий грех называется. То есть такое вот есть... Можно? Повторяешь один тот же грех. Но ты с ним борешься, то есть ты не отчаиваешься. То есть его нужно раскаиваться, нужно называть на исповеди. Но батюшка говорит, ну что вы мне... Каждый раз одно и то же перечисляете. Вы возьмите за один пост один грех. Возьмите за него, как говорится, избавьтесь от него. И потом на следующий пост у вас, говорит, за год уже 4 греха. Как если бы он один был грех? Тогда бы хорошо. Ну, один. За год 4 греха. У тебя сколько, 40 грехов? За 10 лет 40 грехов. Ну что, 10-15 лет начинал. Вот, ну тут за год убери по 4 греха и ты можешь... У тебя есть надеянность, что ты до смерти успеешь от них. За 3 года, если бы ты истарь. Давай, сестра. Вот ты вторую половину как раз сказал. Вот то, что мне постоянно батюшка говорит. Это говоришь, а потом делаешь. Я говорю, что же делаешь? Говорит, а он говорит, ты думаешь, ты чего одна такая? Я такой же, он мне говорит. Ты чего же так это кричишь? А теперь то, что он сказал мне, он говорит. Дело все в том, что ты покаялась. Ты покаялась, но не искоренила оттуда этот грех-то его. Это борьба нужна. Это нужно быть всегда в таком напряжении. И ты его из себя не вытащила. А сатана знает и искушает сном. Он с другой стороны подойдет. Нет, нет, тут прямая дорога пошла. Ты покаялась. Раз, он у тебя посередке. Раз, и он тебе 50 раз один и тот же. И что? И говорит, вот это вот, вот это вот. Самое страшное, что человек попадает в его когти. В его соблазн. И вот здесь вот нужно, эта борьба может с одним грехом до конца дней жизни быть. Я тогда успокоилась. Тогда успокоилась как-то. Но не то, что успокоилась, а что думала, что я вообще никакая не верующая. У меня такое состояние. Ну да, что ты думаешь. А он говорит, не одна ты. Ты чего так это сказать? Отчаиваться в борьбе не нужно. И сатана говорит, Иуда, Иуда отчаялся. Иуда отчаялся. У него не было веры, что ему Христос простит этот грех. Он не мог понять, как это можно это простить, когда он с ним ходил. У него, вот как, знаете, греченина говорит. Есть верующие, каются. Покороче. Но они потом, они потом говорят, а меня все равно Христос не просит. То есть нет веры Христу. Нет веры, которая бы, как бы ты с ней встречу, со Христом у них не было вот таких людей. Тут была встреча у него греха. Давай, здравствуйте. Вы говорите о грехах. Это серьезный вопрос. Во-первых, есть грех к смерти, есть не к смерти. Есть даже такой грех, о котором молиться уже нельзя. Все. Тут хоть все толпой молитесь. Говорят, а ничего не будет. Господь об этом говорит. К священникам упрощается. Прокляты ваши благословения, говорит. Вот так вот. Поэтому тут надо, когда говорят, вот батюшка, когда так говорит, возьмите один какой-то грех, он говорит о том грехе, который вас мучит. Этот грех, который вас мучит, он грех к смерти, скорее всего. Потому что если это какой-то легкий грех, значит, ну, что там говорить. Понятно, грех, который можно вымолить, попросить за него молиться. А который грех смертный, очень сложный, вот с ним надо. И это не значит, что ты вот сейчас покаялся, и все, он у тебя исчезнет. Так нет, если ты с ним боролся и победил его, вот в этом состоянии тебе пребывали до конца дней. Вот в чем смысл-то есть. А об этом есть притча. Когда пришли две женщины, одна с тяжелым грехом, это вот про юду, а другая там такая спокойная, все, а это все в слезах. И потом, когда начали все, говорит, а ты что такая спокойная, да чего у меня там грехов нету больших, так по мелочам. Он говорит, а у тебя у меня огромный грех такой огромный. Он говорит, ну пойдите теперь, говорит, ты, говорит, иди большой камень принеси, а ты, говорит, иди мелких принеси камней. Та принесла гору мелких камней, это большой. Он говорит, ну а теперь что вы мне показываете, несите обратно, на те же самые места положите. И та, которая большой грех принесла, там такая огромная ямина, долго трудилась она над этим, постилась, молилась и пребывала в бодрствовании, спокойно положила. А та и не помнит, где какие камушки эти, мелкие грехи. И мелкие, часто мелкие грехи утянут на дно-то, вот в чем дело. Не знаешь, за что хватиться их вспомнить, не вспомнишь. Не вспомнишь. Старости же ничего не вспомнишь. Сижу, ты много времени тратишь, чтобы тут сидишь. Филимона 16 стих. Мы сейчас портфомнили, как у нас занятия, как Игорь говорит, было. Но другая целовка была. Вот это, отвечал один, только в писанном виде, никаких споров. Это ни день, ни два, только богатру 18 лет. 18 лет, иначе мы ничего не прошли. Записывали, сказал записывать. Все данные ручки, бумаги берут, записывают. Результат был? Да. То никуда не надо отпоминуться. Время уходит. Филимона 16 стих. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Толкование много, говорит, пользы принесло бегство. Вместо одного часа ты имеешь его вечно. Ведь и вся жизнь человека в сравнении с вечностью ничто, тем более время бегства. Так вместо раба прими брата, вместо непотребного возлюбленного и по плоти, то есть и в мирских вещах он достоин любви, как у служливой и в Господе, то есть в делах духовных. Вопросы? Ну-ка, сядьте прямо. Апостол Павел написал совсем небольшое письмо. С чего ради его занесли в книги священные? Есть книга «Псалтырь», самая большая. Одни молитвы. Здесь ни молитв, ничего нет. Обыкновенное письмо. И почему его решили сюда поставить-то? Это никакого научения, как коринфянам, римлянам. Никаких таких откровений нету, как Галатам там. И оно ни с чем не сравнимо. Речь идет об одном человеке только. Почему он правил? Раз обратился, он тобой потерян. Потерян я нашел мое. Тем более я нашел, когда уже утонул. Я мертвого поднял. На мертвого, если кто-то убежал, раб. А тот, я говорит, его нашел. И где он? На берегу мертвого был. Я первый нашел, я беру. И зачем? Тебе нужен? Да зачем мертвец мне нужен? Ну вот я поэтому и взял. А если живой, то закон гласит, надо вернуть. А где-то написано. Вы теперь начинаете рассуждать по Писанию. Вот я вам напоминаю. Был однажды один человек. И у него случилась большая беда. Сын восстал на него. Восстал и решил, просто сбросил его отца. Переворот, мятеж произошел. А когда мятеж-то произошел, советники разные были. Одни говорят, надо убегать. Другие говорят, спрятаться. И с той стороны советники, и с этой. А другие не знают, кому пристать. Только знают, что этот Катар власть была плохая. Главное, Путина не извергнуть, а дальше видно будет. Это кровопевец сидит в Кремле, банду набрал. Вот там такой, уходи, кровопевец. Хорошо, что тебя сбросили. Иди в Сирию живи там. Вы помните такой случай был? Да, помню. А потом, когда пришел. Но главное, он сообразил, когда обстановка резко изменилась. И которого убегал. Сына убили, а он домой стал возвращаться. И тот пришел первый. Павел говорит, я виноват, я тебя поносил. Кровопевец я назвал. Ты меня прости. А вся земля торжествует. Ну, хороший царь-то был-то. Вернули его. Николая не вернули, а этого вернули. Этот человек спас. Но когда умирал, он простил, как будто по-христиански. Но в душе у него язва осталась, рана. И уже умирал, лежал. Умирал, что думать-то, когда все уже закончилось. Нет, я умираю, но ты, сынок, ты умный. Ты такой, ты знаешь, он меня поносил как. Я всю жизнь после этого жил и все думал. Перед народом называл меня каким. Я последний жертвовал. Ты же знаешь меня, сынок, биографию мою. Ты уж отомсти ему как-нибудь. Но я ему дал слово, что я его не тронул. День торжества был. Ну, я возьми да и брякни. Ну, и простил его. А осталось здесь все. Понимаешь, что? Вот как обожженная рана не затягивается. Ты сделай что-нибудь такое, чтобы всем было неповадно. Ну, помните? О ком речь идет? О семье. Ну, и он его связал, когда умер отец, он его вызвал и говорит. Такое было? Было. Вот сиди. За стены Иерусалима только выйдешь, сразу смерть. Только зачем выходить? Я тебе сказал, зачем? Мало ли, зачем? Зачем это ты решать будешь? Ну, ты знаешь, решаешься жизни. Скажи, ты день, хорошо, два забыл? Бог отнял память. И у него два раба убежали. Ему сказали, да, недалеко здесь. Он где-то вот в Павловск убежал там. Он пошел, нашел. Ему этих рабов отдали. Но не убежали там. Кого-то приставили. Они же отдельно не могут быть. Из рабского сослоя в такое не переходят. У них уже, наверное, было все. Ну, ромбы, и вот теперь сразу увидели. А, видимо, было наказано. За него дома все время присматривайте. Поставьте какой-то чип ему туда на ворота. Как пойдешь, чтобы зазменело где-то. Его быстренько там сапали. Так привели. Я тебе обещал, что я тебя не трону. Ты зачем вышел? Пришла кровь на твою голову. Так, выведи, убейте его. И сразу вывели, убили его. Как его звать было? Семей. Вот она и жизнь наша. Что ли, думайте-то. Шкура полезла до ушей. Давай. Как его звать был, этого человека? Про рабов говорится-то. Я ей говорю, что раба никто не имел присваивать живого. Он должен был вернуть. Там бы пришел, а хозяин сказал, ты что, я их поймал, они мои. Ничуть не бывало. Он взял, и все. А вот тебе бабушка Юрий Евденьев. Что это за Юрий Евденьев? Память святого Юрия была. И сделали так. В этот день, единственный день в году, можно было получить прощание беглому рабу. А потом решили отнять. Все не одинаково. Не будет вам выходных. Ну, как его звать было? Он поступил глупо дважды. Первый раз поносил, а второй раз забыл, что ему жизнь дарована. И лишился жизни. И рабы остались, а он умер. Без рабов он прожил. Но без головы не прожить. Как его звать было? Второе царство. Наверещайте его, назовите его по имени отчеству. Я не придумаю, потому что это в строку попадает. О беглых рабах. Семей сын Геры. Гера. Не Герман, а Гера. Семей Герович. Он шел, бросал камни, пыль, по холму шел. А войско-то отступало с Давидом по долине. Он кричал, уходи, нашел тебя Бог кровопивец. Так тебе и надо. Сын родной тебя не зверь, паразит. Сколько ты крови попил с нас, кровопивец. Давид только голову опустил. А рядом воин, и один идет. Воин говорит, Овеса, как ты терпишь-то? Разреши, я с него голову сниму. Как будто рукомойник какой-то. Голову сниму. Он говорит, не надо. Если уж сын родной поднялся, то что, Господи. Да узри, он как поносит. Может ради этого что-то простится мне. Я же виновен во многом. Господи, пусть это злословие пойдет на Овеса, где положительный плюс потянет. Вот как он рассудил. Ну и что? Он поносит. А Бог зрит. Как он радовался, пришел домой. На него смотрели соседи. Как ты не боялся. Что вы бояете? Гад такой, сколько он крови попил. Он тут к Гоголям ходил. Сколько? Тут три дня прошло. А через три дня говорит, что? Да убили. Убили. Да он с меня. А знали, Давид крутой. Очень крутой. Вот он, когда его соседний царь-то принял там Анхуста, а он что у него? В оруженосцах. А как-то и денег нету. Давид говорит, так, ребята, пошли на заработки. У нас если один выйдет, убьет. А он брал с собой и нападал на город. И вырезал всех до одного, чтобы не было свидетелей. Это Давид, которого псалтыр считаем. Люди же были, не знали ничего. Вдруг в домы врываются. Всех собрали в кучу. Всех арестовали, расстреляли. Это что? Лучше, чем ОСС поступал? Так он не то делал Давид-то. До этого-то. Вот к нему пришло-то. Он как? Зал бы пленных-то отпустил, как Елисей сделал. Так нет он. Сколько пленных? Так, а что делать царь-то? Много кормить надо. А зачем кормить? Положите их на землю. Положили. Ну, теперь веревку тащите. Три веревки отмерьте. Отмерили. Веревка длина-то может быть 20-30 метров. Так, в пропасть всех сбросить. Так, вторая веревка так разрубить. Третья веревка обжигательной пещей сделать. Освенца настоящая. И в печь толкают их, убивают. Так нет? Ему зачем Давыду-то нужно было изощряться в смерти-то? Это же Бог не запометал. Еще не гашеной известью и молотильными досками. Да. И под колесницей еще. Он видишь, как наматывалось на гусеницы, кишки и все это. Но. Вот какое дело-то? Это не просто так. И у того основания было так его назвать Давыда-то. Но не злоскор начальствующего в народе. Да, да, да. Послание. Вот когда все это знаешь, тогда вот это послание, это не послание, а письмишко-то, маленькое письмецо. Его посланием-то назвать нельзя. Ну, назвали. И он тогда и пишет, зная условия рабовладельческого строя. Да, он обратился, ко мне пришел. Я им не распоряжаюсь, этот твой раб, я его отправляю. Не то, что я такой великодушен, он мне нужен. Ну, ты понимаешь, нужен мне. Если он украл, сколько? А сколько он украл? Да он украл у меня за лес, там кубышка была с золотом, утащил. Ну, на мне считай, Павел, говорит, на мне. Я уж не говорю, что ты самим собой должен. Ты через меня к Богу пришел. Я вот иногда, сестры что-то приносят, а я говорю, ну, сколько можно Татьяну Акустину? Какие-то там ягоды, облепиха. Ну, там копейки, но у нее нет сада. Я говорю, что делаешь-то? Как пойдешь у нее мыться, ходим мыться? Она обязательно толкает во все сумки. Да что вы, да как Виктор Андреевич, да мы самим собой должны, да мы через вас пришли. Я понимаю так, но я бы тоже так сказал. Но то-то невидимое, это видимое. И она от себя отрывает. Это вот все здесь и сказано в этом послании. Ты мне самим собой должен. Я понимаю, как Филимон когда получил, он рабовладелец, у него много рабов. Так, читайте еще. Как правило, они сами не читали. Специально чтец у него был. Так, читайте. Да что, ты нашелся? Говорит, вставайте, утащи домой. Нет, тут дальше говорится как. До конца дочитали. О, да конец им другой. Значит, он мне родной, он грек. Правильно Павел говорит. Тебе родной по плоти. Он грек был и этот грек. Ну, что же делать? Ну, скажите Павлу, напишите скорее. Скажи, я тебя отдаю и рад, что ты принял его. Я вообще разжил, позавчера без него. Зачем я теперь? Нужен был, он уже один раз обокрал, да и второй обокрадет. Оказывается, не так. А теперь он будет вам нужен всем. Филимон. В честь его будут людей называть. У нас через дорогу Филимон жил Кондин. Как называли, интересно. Вот у нас семья такая верующая. А тут мало-мало верующие через дорогу. Мирские люди. Филимон. Знаешь, как было? Старший Астафий. Астафий. Ну, кто знает, по житям святым, кто такой Астафий был? Если бы поставили канал сейчас по этому Астафию, это вообще был тридцать. Астахий, наверное. А? Астахий? Кто он такой был? Не помню. Тогда не Астафий жал, а Евстафий. Евстафий, да. Кто он был такой? Его раньше имя было Плакида. А, Плакида. Плакида, воин. Ничего себе. Генерал-майор или генерал-полковник был. И вот он однажды оторвался, а за оленем гнался. А олен заскочил на скалу и стоит. Он глянул, а у него там крест между рогами и сияет крест. И он, Павловна, не исполнил. Я обратился сам, у жена его и двое сыновей. И вот со службы долой он уволился. А дальше будет, как он детей потеряет. Жену? Как жену потеряют. Это вообще. Главное, переезжал куда-то на корабль. Жена была там, а его, говорится, спихнули. Захватили пираты корабль этот там. А дети, эти дети, там маленькие были. И он, значит, двоих поста не может тащиться. Через река бурная. Одного оставил и с этим пошел. Отвез туда. До середины реки-то дошел. Слышишь, там люди крещат. А тут лев подскочил, схватил ребенка. Ну, он берутся до того. А там волк выскочил, схватил. И он посередине утопает, говорит. Утопает в слезах. И дальше, как это будет? Как найдутся сыновья? Что это будет? Покажи, да еще артисты такие хорошие. Ну, позовите там Миронова Женю. Он тебе разыграет это все. Как они стали воинами. И как разговаривали между собой. И ты поняли, что они родные братья. Как это все вернулось. И жена, и там еще. А мать услышала. А жена осталась нетронутая. Плакиды. А потом уверовать, и все будут мучениками за Христа. Или он услышал. Вот, это хэппиэнд. Он услышал. А что это означает? Счастливый восход на небо. Понимаете, вот это одно только житие возьми. Его разложи. Вот я бы согласился быть режиссером. Но, как он, как он, как он. Как он, паралям, или вот этот побег Давида. Как-то ставят, смотришь. Неверующие. Раньше о Давиде был фильм. Тут годится все-таки. А это... Бритый Давид. Постоянно бритый. Да. Показывают Голиапа. Ну, какой-то прямо нарочечный. Да, нарочечный такой. Маленький какой-то. Ну, мускулистый. Понимаешь, это вот мы говорим все. Теперь нам нужно войти в среду этого народа. В среду этого послания. Ян Затус, когда говорит, что Авраам трогался в путь, он описывает, какие были народы, какая погода была, какие опасности его поджидали. Это все надо было... Учесть. Заранее уже предвидеть, а оставить родину, пастбище, кладбище, родных, покосы, все. Ну, вопрос, можно? Да ты хозяйчик, давай. У нас же тоже, наверное, в школе учили, что рабовладельческий строй – это зло. То есть, рабовладельцы – это злые такие люди. И сердце склонялось к униженным, оскорбенным крабам и хотелось встать на сторону рабов. Еще мы не рабы, рабы не мы. Рабы не мы, рабы не мы, то есть, безмолвные. Рабы не мы, а вы не мы. Колхозы – вот самое страшное рабство было. Работали за муль. Ничего не было. Кошмар. Вот сейчас вышло 7 томов, но их больше будет. Репрессия на Болтайском крае. Специально. Книга вот такая, наверное, длина. Ну, это не такая, в два раза, наверное, больше. Огромные тома. И строчки две-три на каждого человека. Крестьянин. Арестовали. А за что? А его кто-то там оговорил, сказал, что-то слышал. А потерь слышал, так что он что-то сделал? Нет. Ну, в чем виноват-то? Разности никакой нет. Надо было уничтожать народ. Уничтожали, уничтожали. Эта речь уже шла на миллионы. Вот он-то в этом архипелаге ГУЛАГ, вот, все он это описывает. Даты, числа. Как вели себя арестованные. Я рассказываю. Прокурор края, Гущин был в Болтайском крае, прокурор. Большая, говорится, шишка. И вот такая книжечка она у меня была. Ну, у него дела там все есть. Девчонка, сейчас я не знаю, Стальгменки или где-то тут она была. На поле. 2 августа. Хапокосе. Лошадей-то забрали, а быки остались. А быки, вот бык есть, не идет. Ну, не идет, она кричит, крещет никак. А бабы ей говорят, да ты, Иринка, что ты пущешь? Ты, ну, я же привыкну к мужикам, да матом заверни. Она завернула, а быки пошли. А другая говорит, да как ты не боишься такой день-то и работаешь, Ирин день. Да еще материшься, тебя Илья-пророк-то накажет. И она возьмет и скажет, да пусть наказывает Сталина, он нас заставил работать. А девчонки там лет 15-16. Вещем кто-то съелись. Но она домой пришла, скорее густы поливать. Приходит милиционер, так, пошли, куда. Да мне я ни малейки не дополю. Да дольешь потом, пойдем. Вышла на телегу, привезли. Ты говорила, говорила. Все, суд приговорили к смертной казни. Вот она рядом здесь. И расстреляли девчонку. Сколько бы она еще детей дала. Сколько было всего. Дома остались совершенно маленькие дети. Родителей-то нету. Одна. Это ни один Гитлер, никто этого, Сингисхан этого не делал. Она сказала, на поле. И она что, Сталина достала? Нет. Он нас заставляет работать. Пусть его Илья Пророка поразит. Зачем меня-то? Она сказала, это правильно. Сказать нельзя. Это говорит о том, что власть была. Это хило и хило. Она на трупах держалась. На трупах не провариваться. Она вся вверх вихлялась. Человек допрашивает его, говорит. Ну, вы курс партии-то поддержите? Конечно, конечно. Ну, а было, что колебались где-то? Ну, вместе с курсом колебался. Они сегодня одно, завтра другое. Посмотри на все это. И скажи, где рабы были? Рабоводельческий строй самый продуктивный был. Каждый раб работал, знал. Учина, что машин-то не было. Никто никуда, все под рукой. Самый продуктивный был. Находились мастера. А ты возьмешь фильм показан на Иосифе, когда пирамиды строили, там, плену. Ну, как он? Ну, он знал, как плавно разжирать. Язык уже знал, его поставили, наконец. И, главное, ничего не знал. Ну, только сны разгадывал. Да у нас бы баба Серафима-то была царисой. Она все на снах. Ну, сны-то другие были. Фараонов, а что мой-то сон? Так что его? На снах выехал-то. Не на знаниях, не на каких-то. У него только один дар был сна. А сны обычно кто много спит. Если бы не спал, так он на его видел. Давай, когда жжок. Занимайся, лично не разрешай говорить никому и мне. 17 стих. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Толкование. То есть, если ты сознаешь, что мудрствуешь со мною, то привими его, как меня. Кого не устыдил бы апостолом, кто не пожелал бы принять к себе павла? 18 стих. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Толкование. Не сказал, украл, но мягче. Обидел или должен. Правда, подобно, что он истратил украденное. Посему говорит. Мне зачисли это в долг. Меня считай должником. Видимо, не просто так он. А у Павла вылезли, приходили, приносили. Он сбор сделал в один день. Как отверженный фильм. Пришел, епископ вот этого накормил, а тот попросялся. Подсвечники золотые. Волох. Волох или что-то. А его поймали, так ему привели ваши. Да я же ему еще и ложки серебряные не давал. Сижу, он не это. Не наследие тебя. Давай дальше. Филимону 19 стих. Я, Павел, написал моей рукой. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Толкование. Превосходно говорит это, написав с духовной благодатью. И как бы так говоря. Для большей уверенности, что уплачу долг, служит мое собственноручное письмо. Чтобы не показалось укорным Филимону, что апостол, будто не надеясь на него, не просит его о рабе-воре просто так. Но дает собственноручную расписку. Ибо это давало знак, что Филимон жестокосерд и к учителю своему невнимателен. Апостол праведными словами дает разуметь, что надеется на него и очень. Ибо не только говорит своей собственностью, но сверх того и самим собою ты должен мне. Филимону 20-го глава. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой, мое сердце. Не надо высокий мотать. Толкование. Сердечная речи апостола опять перешел к более важному, умоляя. Дай мне воспользоваться от тебя. То есть, да, наслаждаюсь твоими благодеяниями не в мирских делах, а в тех, которые в Господе. Упокой, говорит, мою любовь к тебе или мое сердце ради Христа. Ибо не мне оказываешь благодеяние, а Христу. 21 стих. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Толкование. Я, говорит, написал тебе, не приказывая и не самолюбия, но надеясь на твое послушание. Какое железо не размягчит эти слова. Представьте про этого Анисима. Ну, раз он бежал, своровал, я думаю, обязательно у него какие-то друзья воры были. Йонок промотал-то. И, живя распутно, промотал имение блуды-то сын-то. И потом-то они его видят, он варжный такой идет, что-то не... Ты как поднялся-то? О, ребята, я бы рассказал вам, так никто не поверит. Как не поверит? Ну, расскажи. Вот, вообразите себе, что человек ничего не знает. И вдруг с голода умирает и слышит, там кто-то в тюрьме. В тюрьме? Да у него самого ничего нету. Ну, я тоже так думал. Думаю, да, загляну. Оказывается, есть у него. У него там пышки варят разные, пирожки притаскивают, морковь, картофель. И меня накормил он. Ну, еще. Так накормил-то, накормил. Так он как стал рассказывать, для чего живем-то. Я первый раз услышал. Да ты что? И сейчас такие люди есть. Так он сейчас еще сидит в тюрьме. Я тоже пойду. Понимаешь, вот какое ему открыто-то было свидетельство. Вот, раскрою это, пронесим это, никто не говорит. Дальше-то как? Так это не все. А тебе говорят, так это ладно, хозяин твой не знает, где ты шатаешься. А то он бы тебя взгрел. Так он бы не направил к нему. Да не может. И что, он тебя не посадил? Да нет. Он тоже христианин. И он что-то ему такое написал. Он меня даже не тронул, а братом назвал. Обалдеть. Это что-то такое. А фонарик надо. Да вы что, ребята, в наше время-то тут все наркоманы бы к нему полезли. Это накормил-то. А вот так. Я не знаю, все ли сгодятся. А меня вот сейчас он возвысил. Я у него тут посыльным. Он меня ординарцем сделал. Вот это да. На него говорят, а не всем-то на что. Помните, последний раз он гулянку-то устроил. Тут 15 девок-то среди нас было. Так это он. И сейчас одетый прилично такой. Пошел. Только без галстука. Верхняя куколка застегнута. Масленица пришла. О нем-то как-то рассуждали. Ну, обстановка-то какая-то была. Друзья-то были. А как? А вот так. Оказывается, за нас Христос умер. Я в это поверил. Жизнь дана не для пустых мечтаний. Не для служения старству суеты. А чтобы здесь, среди земных страданий, нашей среды невестной красоты. И я ее нашел. Христос. Он умер за нас. Вот это да. А почему нам нигде не говорят? Не знаю. Наверное, не знают. Но к нему как пройти? Прокус надо где-то. Кому-то деньги дать. Ничего не надо. И к нему интересно отношение к этому узник. Он еврей. Еврей? Да это презренные рабы. Не скажи. Я просто думаю, как они разговаривают между собой. Он важный такой. А много как знает он. Ну и все рассказывает. Не думаю, ни один Анисин там пришел. Потому что двери были открыты для всех. Вот эту картину только поставить по одному письму. Разгаду это как он ворует, как бежит, оглядывается. А где? Где? В поле найдут собаки. Ну это там, где народу много. Куда? В Рим? В Рим. А там, говори, горошину в стоге стены и иголку. И вот там он услышал. А деньги-то он не зарабатывал, не жалел. Сейчас-то по телефону, по мобильному со всеми разговаривал. Смартфон свой там. Ну и продул деньги-то. И есть надо, и еще нет. А друзья, друзья, как мотыльки развеялись. Смартфон не продуешь. А вы не знаете, где можно поесть. В тюрьме, говорят, привезли из-за евреев, и сидит какой-то чудак. И всем дает есть. А вкусно готовят. И пирожки, и картофельные, и морковные. А еще и зерночки, и пирожки. Морковные. Все. Всюду картофельные. Поджарку, поджарку картофельную. У нас интересно, поджарку. Одно дело, это знаешь, что поджарка? Поджарится, поднялся картошка. И картошка поджарится, вот так вот. Отец там, кто руходит с хоббином, одному, да другому. А мы прямо до того охота. А он сидит, да, вот. У Сталина, наверное, каждый день поджарка. У Сталина, у Сталина божевой. Это уже, ну, высшая уже. Поджарка, если досыта на есть, это невозможно, невероятно. У Сталина каждый день, наверное, при жарке, он сидит на сковоре, ложка там, в полке. Еще тыквой закусит. Мечта. Ну ладно, давай. Вот надо воображение-то развивать. Воображение – это первое качество человека, который может быть для других. Лидером быть. А то лидер, лидер. Надо же воображать, чем закончится. А вы думаете, у президента есть воображение? Очень даже. Все силы сейчас бросил. Раз, наверное, в 10 больше вооружения. Разрушено все было заново. Новый, самый современный типы самолетов. Ученые-то все разбежались. Нашел. Изобретают такие там калибри, буратино. Все выжигает вокруг. И главное, что придумали, оружие какое есть. Ударили там. Ну, допустим, на расстояние полкилометра. У кого есть порох, патроны, все сами взрываются в карманах. Никто ничему не рад. Только прыщ-пыщ-пыщ-пыщ вот так вот. Даже не верится. Неужели там может быть? Так они все захватили. Найдем. В сортире мочить будем. Ну и вот начали мочить. Да какая техника. В Каспийском море, это где стреляет, летит ракета. И она летит. Летит не через какую границу, а там, где по границе. Одним государством-то нельзя опускать-то. И она летит, граница вот так вот виляет. И ракета так же. И даже там холма, она обходит механистка. Ее нигде не сбить, ничего. Долетает, где ИГИЛ, и долбанула. Там в расстоянии не больше трех метров ошибка. А за собой-то она тонны две тащит. Это торпеда. Ну и что? Россия на мировой арене сейчас так. У Путина самый высокий рейтинг политических деятелей. Выше, чем у Дональда, и выше, чем у Маргарета Меркель. Вот как дело там стоит. А здесь все, ну что? Тут как есть, так и есть. Так разворовались. Три триллиона только угнали доллару за это время. Про это нигде не пишут. Так или не так? Лети, что хочешь. Где он ходит, его любят. Можно следовать, Сережа? Вы, Игнатия Тихоновича, можно спросить? Передают постоянно по последней известиям, новости по Алтайскому краю о том, что над Алтаем радиационный фон делается полностью, как над Россией. И уже прямо в каждом новостях. Я думаю, да что такое за... Оказывается, вот как бы это против того, что ракета, если будем... Нет, нет, против ничего нету. А что это? Нет, нет, это думают. Он еще не задержит. Сегодня скорость ракеты где-то уже чуть не в 10 раз больше, чем раньше была. Нет, они закрывают. До 15 тысяч уже будут ракеты. Ну, в последнее время, я считал, где-то 18 тысяч километров. Вот летит реактивный самолет, так быстрее его, это в 5 раз примерно. 3 тысячи реактивных. Да больше даже. Нет. Это невероятно. Против нее нельзя противоракетной. Еще здесь 20 минут с любого места поразят. Вы знаете, что у нас здесь Сибирск, Новосибирск или как называют его? Сибирск. Сибирск. Вот, на это Сибирска, там воинские части ракеты. На каждую вот, на эту, примерно 150 ракет летит. 150. Одна падает, взрывается, другая, третья. Их нельзя не остановить еще, никто не знает. Да не остановить, это радиационный фон оповещает. Перестань. Это крышка. Для ракеты, которая падает, какой фон? Это мы должны признать, что... Она залетела в этот фон, фон ее мозги прикрытил, она вопросто прилетела. Кто отверг, что земля плоская, она летает наверху, как в зеркало. Ракеты не летят, ударятся и падают назад. Мы же не будем так думать. Троекратная, троекратная, превышающая защита должна быть. А этого нету. Я читал данные, военно-полковники, не полковники, этот, Родионов, он бывший министр вооруженных сил, теперь там Шойгу. Это все подробно описано. У меня книга где-то она здесь есть, в одной из книг. А что, говорит, самое лучшее, спасение есть. Как ты услышал, сразу белые простыни, вдоль заборы на кладбище. Корейская последняя ракета, Хинчань эта там, она улетела на 4800 километров вверх. 4800 километров. Улетела и потом обратно вернулась на... На 4000? 4800. Не знаю. Вверх. Не просто по земле пролетела, а прям пульнули ее в космическое пространство. Не знаю. Это баллистическая ракета. Она улетела на двигателях туда, развернулась и обратно двигателями на тот затолкали ее. Крышку не ударило? Да. Где-то нашла люк, видать, она. Хитрая такая, но судили. Если 4000 поднялась, значит, она вполне может оторваться от земного тяготения и сделаться спутником. А почему спутники ни одного не запустили? А кто? Корейцы? Да. Почему человека ни одного не запустили? Мне кажется, спутники они запускали. Если 450 километров поднимается она дальше, она легко может дошить. Не 450, 4800. Я говорю, если поднимается до 450, то вполне она может дать уже скорость ускорения. Конечно. Они могли бы космонавтики. Так они почему эти затихли американцы? Они поняли, что корейцы могут уже бомбить Америку? Можно сказать? Как слова? Это кого как корейцы там можно? В Европе в этих газетах пишут, что у нас Путин сообщается с инопланетянами. И вся техника у нас оказывается только вот... Он каждое утро с ними разговаривает, беседует, и только о них у нас в Европе пишут. Вы видели, вот когда приезжает, он проезжает, а они вдоль трассы выстраивают людей, наверное, миллион. И все... И вот так кричат, они как совершенно помешанные. Теперь, когда этот умер, чинь-то Кир там, который под этим, после Киберсена-то сын было. И они вот так вот устают полицейские. Дальше нельзя, там военные, полковники, вот ряд, конца не видно. Аж вот, понимаешь, страшно сломать. А-а-а-а, плащет, падает, да-а-а-а. Это только кнопку нажми, и все, манкурты. Все до одного кричат. А за ними наблюдает, кто-нибудь плохо плакать. Вот возьми, как это, муму. Барыня в гроб ложилась, а эти прощались, и она слушала, кто плохо об ней плащет. Она потом его гнобила. Какие-то зажироков делали. Давай, говори, пошли. 22 стих. А вместе приготовили для меня и помещение. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам толкованием. Филимону смогло прийти на мысль. Если б не для Анисима, то ты и слова меня не удостоил бы. Апостол наперед врачует это, говоря. Не для него только написал, но чтобы попросить тебя приготовить мне обитель. А вместе с тем, чтобы также устрашить его. Потому что придет апостол и осудит его, если он не примет Анисима. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Двум вещам научаемся из всего. Первое. Сколь велика сила молитвы, если и великий Павел нуждается в их помощи. Второе. Что должно смиряться, если Павел нуждается в молитвах учеников. Ну, тварь Бородин. Так. Филимон получал, что мне указывает, как он был. Мой раб, я и распоряжаю. Что он командует? Ты ве о вере. А что заботишься от плотков-то? Он мог бы те слова вернуть Павел. Ну ладно. Ты вернешься, но мне начнешь день, два, ты же на месте-то не усидишь. Тебе надо куда-то все идти. Идти надо, зимой шар ногами крутить. Но, но если бы этим путем пошел дальше и встретился, как бы люди все узнали бы, я думаю, все это просчитал. Самое лучшее, это, конечно, я уж не говорю, любит, а просто ради своей выгоды принял бы. А тем более, если он любит, тут я бы принял его. Принял бы, я бы его сразу положил на второй этаж. Монары. Там, где у меня Роман приходит, на кухню. На мою же место. Да ладно, отправляйте сразу ко мне, апостол Павла, у меня ездим. Вот, я их, а я ждал этого. Что его? Когда Филимон заговорит. Пускай хоть в теплый туалет засходит. Вот, поняли? Филимон, это он. Это не Филин на развале. Это не Филин, который бегал. Мон. Я ждал. Я всегда говорю, Игорь, ты у меня сколько жил за стенкой? Денега, 14 лет. Я говорю, если у меня что-то случится, какая-то неприятность, а мне негде будет жить. На 14 лет примешь к себе? Да ладно, смеется. Это у него этаж, там, наверное, по мне лишь бы только было где-то там в параллоге протянуло. Как у батюшка вот эта конурка-то рядом. И меня тоже, а меня тоже, да. А вы здесь будете? Да. Да, здорово. Так, наверное, все? Сколько там еще? 11 минут. Еще 11 минут. Филимон, 23 стих. Приветствует тебя Епофраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. Этот Епофраз был отправлен к Павлу Колоссянами. Отсюда ясно, что Филимон был из Колоссян. Узником называют его, показывая, что Епофраз был в великой скорби. Давай этим почувствовать Филимону, что если Епофраз страдает с Павлом, то Филимон неужели не окажет милость для него, Анисимон? Узник же говорит, не ради человеческого чего-либо, но Христа ради Иисуса. Страдая вместе со мною за Евангелие. 24 стих. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники Мои. Толкование. Димас или Димас? Димас. Димас. Димас назвал Дима, Димас назвал. Димас. Димас. Или Диман даже назвал. Идведи. Димас однозначно, это греческое произношение. Димас сначала пользовался уважением, как здесь есть засвидетельство о нем, как о сотруднике Павла. После же, по легкомыслию, он отпал от Павла, как действительно и пишет об этом Павел в послании к Тимофею, написанном, очевидно, после этого послания. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. И пошел к Фессалонику, Крис Кент в Галатию, Тит в Далматию. Один Лука со мной. Второй Тит А410. Боевое место ненадежное. А Тит куда? Какой Тит? Тит в Далматию. По которому посланию Титу, что ли? Да другой подел. Другой, наверное. Итак, Лука, по толкованию. Итак, Лука, поставленный здесь последним, стал первым из всех, когда Димас отпал. То есть Лука, кажется, тоже отпадал, а вот он стал первым. А, нет, один Лука со мной. Даже странно, Павел был, бросили, пошли. Кажется, я бы не бросил. Каждый думает, да. Ну да. Вот был бы я тогда, когда Дантес вызвал Пушкина на Черную Речку, то я побежал обязательно, уговорил бы Дантеса, и Пушкина не допустил бы. Он в самом рассвете был. Ну, Достоевского пошел бы за него, сам бы Павел там до Реса. А рядом-то такое же. Вы лжете, говорит. Вы любите памятники восстанавливать. Пророков гнали. Кого из пророков не гнали? Отцы ваши. А сейчас гоните господина пророков, Христос вам говорит. Вот мы, ой, конечно. Пушкин же сказал, говорит, они любить умеют только мертвых. Только мертвых. Вот обо мне в интернете кто-то сказал, говорит, это. Надо с ним встретиться все-таки, поговорить. Нет, это опоздал, дружок, он уже умер. Да вы что? Про вас? Да, про меня. Поговорили. Как про его-то. Уже умер, говорю. Все, тогда в прошлом году, я считал, осенью умер. Ну, надо же, так хотелось встретиться, ну, надо. Какие-то дела были. Да что за дела-то, когда человек нет. Он говорит, да он живее всех живых еще. Вот, тогда еще успею. Тогда еще. Тогда еще. Все. Это между собой переговариваются. Тогда еще успею. Толкование. Так никому не должен надеяться на самого себя. Но кто стоит, должен смотреть, как бы не пасть. Сказав сотрудник, показывает, что и они вместе со мною просят тебя. И достойно есть оказать благосклонное внимание к таким лицам. Видишь, какую пользу получили мы из этого, кажущегося кратким и не требующего объяснения послания. Уверься же из всего, что в Писании ничего не следует оставлять без исследования. Слово, как он был прокомментирован. Но во всем, как извлеченном от Духа, искать духовного, некого смысла, извлекать пользу. И, конечно, утешитель, в вашу букву изрекшее все Писание, тем, которые доброго ищут, даст и обрести искомое. От него, да будем и мы, всегда просвещаем и руководим их к истинному благоведению и житию, не увлекаясь лжеучениями и не прельщаясь сложной властью мира. Кто из нас раб, да, облагородит себя верою и добродетелью. А кто господин, да, возремнует, видя рабов святыми и апостолами. Не оказаться ниже их царские владыки. Ради нас, за рак раба принявшего Христа, истинного Бога нашего, Ему слава и держава и честь ныне и пресна и во веки веков. Аминь. Аминь. Комментарий. Знаете, от Тихонича Лавкина, на слова. В Писании ничего не следует оставлять без исследования. Если бы священники, исповедуя своих прихожан, будучи сами духовно рожденными, и зная, какой ущерб человеку от того, что он не читает Писание, спрашивали бы исповедующихся, сколько времени они отдают изучению священного Писания, какое место Писания они читали вчера и третьего дня, то перед ними открылась бы жуткая картина. Их подопечные безнадежно мертвы, потому что они заморрены голодом и духовно не питаются. Слово Божие есть пища. Опытные врачи говорят, скажи мне, чем ты питаешься, и я скажу, кто ты. И, судя по пище православных, даже с большой натяжкой нельзя признать христианами. И не случайно, что именно в России появились политические партии с убийственной, просто сатанинской, человеконенавистнической программой, у которых прямо в одной строке написано, что они за православие, но против христианства. Этим извергом современное православие как елей. Здесь и патриотизм, и борьба против евреев. Черносотенство, монархизм, то есть все атрибуты человекоубийства и лжи. Но они люто ненавидят Библию и проповедь Евангелия. Поносят Христа и Богородицу за их национальную принадлежность евреям. Эти политические чудовища порождения современного в кавычках православия. Третья ездра, 5.8. Дикие звери перемерят места свои нечистые, и нечистые женщины будут рождать чудовищ. Эти люди исповедуются и причащаются, батюшки любят их. И чудовища подают сосы и кормят своих детенышей. А дещерь народа стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Современная православная церковь исключает авторитет Библии, и живую проповедь стала жестоко, подобно страусам в пустыне. Священники должны непрерывно устанавливать авторитет Библии. Приучать людей исследовать ее, чтобы паства их находила пользу в каждой строчке Писания. В Писании ничего не следует оставлять без исследования. Филимону 25 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа за Духом нашим вашим. Аминь. Аминь. Все, Филимону закончили, слава Тебя Господа. Следующая евреем начнем. Самые здесь такие трудные, это два послания. Один из них евреев. Что? Заревляющих объект, мы ехали. Не ехали. Заревляющих объект, мы ехали. Заревляющих объект, мы ехали. Достойно есть, какова истину, Блажитесь, я Богородицу, Присма блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Без искрения Бога Слово Божию, Сущая Богородицу Тебе и Чаре. На, Тихонич, молитву-ка. Господи Божий наш, мы присалим перед Твоим величием и просим во имя Спасителя нашего Иисуса Христа прими нашу молитву. Мы благодарим Тебя за этот дивный день, напоминающий о Твоей победе над смертью, над дьяволом, над тьмою. Благослови и правителей наших, вразуми, обрати их к себе, патриарху, епископам, священникам и пастве, даруй духовное рождение свыше, дабы помышляли о горнем, а не о земном. И распусти нас с миром, посети болящих, дай силу все перенести, пошли им исцеление. И все наше родство, кто не познал Тебя, Господи, обрати, найди, коснись их сердец. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш небесный, прими наши молитвы, воздяня рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, Боже наш, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Дивный Создатель наш, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, Боже, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Богу слава. Спасибо, Христ, Так, закройте книги, закрывайте устраду. Так, 20-го тома не хватает, Володей.